Сотрудниками Управления по наркоконтролю города Минска совместно с территориальными подразделениями работа нацелена на выявление лиц, занимающихся оптовыми закладками на территории города Минска и Минского района. Так, на протяжении первого квартала 2020 года было задержано 4 человека, которые работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. В конце января оперативники задержали 31-летнего меньшанина, который хранил в арендованном гараже более 200 грамм марихуаны. В лесном массиве Минского района было изъято еще 100 грамм параметилофедрона. Задержанный признался, что работал закладчиком на интернет-магазин на протяжении одного года. Затем в феврале столичные правоохранители вышли на двух жителей города Витебска, 25 и 29 лет, которые снимали в городе Минске квартиру и работали на этот же интернет-магазин. В их автомашине изъято более 500 грамм психотропного вещества МДМА общим весом 200 грамм. В тайнике закладки, расположенном на территории Минского района, они также спрятали свыше 500 грамм альфа-ПВП. В марте оперативники установили причастность четвертого работника того же интернет-магазина. Выяснилось, что в лесном массиве Минского района 36-летний минчанин хоронил более 500 грамм марихуаны с целью ее продажи. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по наркоконтролю Мингородсполкома установили, что с территории России в нашу столицу готовится отправка крупной партии наркотиков. Вместе с российскими коллегами в городе Подольске было изъято более 1 килограмма психотропа МДМА, тем самым был перекрыт крупный канал наркотиков. По оперативной информации, задержанные работали по одной и той же схеме на один и тот же интернет-магазин, приобретали крупную партию наркотика, расфосовали его на более мелкие дозы и распространяли на территории города Минска и Минского района посредством осуществления закладок. Известно, что все задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались, следователями возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные лица, причастные к незаконным оборотам наркотиков.